Носовое дыхание на 70% вентилирует головной мозг. Если нос не дышит, значит мозг очень сильно недополучает кислород. Какие еще опасности грозят нашему носу, об этом ближайшие полчаса. Меня Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии врач от ариноларинголог Игорь Калашников. Здравствуйте, Игорь Александрович. И мы хотим поговорить не только, конечно, про нос, но и про все органы. И прежде всего, вот как ни странно, наверное, может быть прозвучит, мы уже давненько в этой студии не говорили про ковид, как-то он у нас ушел немного в сторону, но сегодня я хочу вернуться именно к ковиду, потому что очень много осложнений после перенесенного заболевания получают именно лор-органы. И вот в частности, с чего, в общем, вся эта история, наверное, и началась, это потеря обоняния. Мы раньше понимали, что, ага, перестали чувствовать запахи, значит, коронавирус. А вот причины этого, они существуют или, поскольку коронавирус так и до конца не поддается изучению окончательному, можно ли вот ответить на этот вопрос? Попробую. Начнем с того, что коронавирус – это нейротропный вирус. Он поражает в том числе нервную систему. То есть он поражает нервные окончания, которые иннервируют, иннервируют, ну, все органы и системы. И в зависимости от того места, где он внедрился, вирус, он поражает соответствующую уже зону. Если он внедрился в обонятельный нерв, ну, дай бог, чтобы он остался там, тогда будет более-менее есть шанс, что восстановится обоняние. Если он пошел дальше в луковицу уже обонятельную, здесь уже шансов меньше, что восстановится обоняние. Ну и, соответственно, от точек приложения, если он в гортане будет осипать голос, здесь голос будет осипать не только связанно с воспалительным процессом, воспалительная реакция там будет идти, но и с нарушением, опять-таки, иннервации голосового аппарата. Поэтому, когда мы разрабатываем тактику лечения, особенно пациентов после или с коронавирусной инфекцией, не только надо лечить инфекционный процесс, но в том числе и восстанавливать иннервацию пораженного органа. Потому что вирус, он вызывает отек, вызывает гиперемию. То есть обычные вот эти вот воспалительные реакции плюс самое дополнительное, что он делает, расстраивает иннервацию. И здесь, этим он отличается от многих других вирусов, которые вот именно вызывают воспаление, которое мы и лечим воспаление. Поэтому это достаточно быстро хорошо проходит без особых осложнений. А когда еще присоединяется расстройство иннервации, здесь уже сложнее лечить, и надо подключать дополнительные механизмы. Ну, в частности, если возьмем обонятельную зону, обонятельный нерв. Ведь обонятельный нерв — это единственный нерв у нас в организме, который не имеет ни одного синапса, то есть соединения, а идет сразу в головной мозг. И только там вот он имеет. Это единственный вообще такой у нас нерв в организме. И когда идет поражение обонятельных клеток, именно клеток обонятельных, ну, значит, импульсы идут, но клетки, они неправильно работают, все это можно восстановить. Но вот, я говорю, когда он прошел внутрь, в обонятельную луковицу, вызывает там процессы деструкции, разрушения, восстанавливается это очень медленно, очень долго, и процентов 10 может не восстановиться вообще. — Ну, а вот вы сказали, что очень близка связь головного мозга и, ну, я примитивно скажу, носа и головного мозга, да? И вот многие ведь достаточно, ну, так несерьезно относятся к насморку, а особенно вот мы знаем, что, ну, пропало обоняние, коронавирус снова становится, вот люди сидят, ждут. Какие могут быть осложнения в связи с тем, что вот эта связь с мозгом очень близка? — Обоняние, оно может пропадать от нескольких причин, здесь масса причин, которые могут быть. Это может быть чисто механические причины в полости носа. Это полипы, риниты, аллергические, хронические синуситы. Это может быть, может быть первым признаком болезни Альцгеймера, Паркинсона, первые признаки нарушения обоняния. Это может быть системные заболевания по типу муковисцидозы и так далее, которые тоже могут снижать обоняние. Ну и, конечно, что распространено, это коронавирусная инфекция, которая поражает именно обонятельный нерв и может проникать в оболинательную луковицу. И по данным исследований, проникновение коронавируса в головной мозг, то, что он вызывает, такие симптоматики, как нарушение памяти, головокружение, там, шум в ушах, там, слабость и так далее, вот он проникает в головной мозг именно через обонятельную луковицу, то есть через обонятельный нерв. И поэтому важно следить за гигиеной лорорганов, в частности, слизистой полости носа для того, чтобы, ну, минимализировать как-то вот эти вот риски. А какой самый длительный период был в вашем опыте, когда не восстанавливалось обоняние после коронавируса? Ну, у меня пациентка вот пришла два года. Два года? Как же она живет? Тяжело. Тогда сразу в связи с этим вопрос. Она просто упустила какой-то момент, надо было обратиться раньше или это другие причины? Возможно, да, возможно, вы правы. Вот именно упустили момент. Почему? Потому что на ранних этапах до 40 дней примерно считается так. Если провести комплексное лечение, можно попытаться что-то восстановить, хотя даже если поражена обонятельная луковица. Ну, здесь как ее определить? Ну, делается МРТ, но это делается далеко не всегда. Посмотреть, если там нормально, то хорошо, но если она уже поражена насильно, то тут восстановить. А как вот этот момент не пропустить-то, Игорь Александрович? Ну, там три недели не восстанавливается, беги к врачу или как? Именно так, примерно. Обычно на вторые-шестые сутки обоняния после начала воспалительного процесса оно исчезает, и потом через 10-15-17 дней оно должно уже постепенно начать восстанавливаться. Если это не восстанавливается, лучше обратиться к специалисту. Для чего? Чтобы определить хотя бы визуально причину. Не связана она с механическими какими-то затруднениями прохождения воздуха в обонятельную щель, потому что если обонятельная щель закрыта, и туда просто чисто физически не проходит воздух, то здесь обонятельная клетка ни при чем. Вот. Или обонятельная щель открыта, а человек не ощущает запахи, и тогда мы уже будем более детально работать, уже более серьезно такое, большей частью неврологическое, неврологическое лечение. То есть здесь должна работать лучше два врача, это от реноларинголог и невролог. Но это мы с вами все-таки говорили, наверное, про начало коронавирусной истории, поскольку для ее вот последнего этапа были характерны другие признаки. Омикрон ведь в основном начинался у большинства людей с резкой боли в горле, да? Какие сюрпризы, скажем так, принес вам омикрон? Дыхательная система – это единый комплекс. Мы разделили дыхательную систему, нам так интересно, нос, горло, легкие. Пульмонолог лечит легкие, лор-врачи, горло, нос. Мы разделили. Но для природы это дыхательная система. Здесь все зависит, первое, от количества вирусных частиц, которые подхватил человек, которые у него попали в дыхательную систему, и от места их внедрения, где они внедрились. Если дельта-штамм, он больше в альвеарных клетках находился, то здесь больше в эпителиальных клетках, вот именно как раз слизистой задней стенки глотки. Что он и поражает, и он поражает, в том числе вызывает все воспалительные реакции, и то, что я и говорил, поражает нервные окончания. Поэтому возникает достаточно сильная боль в горле, расстраивается тонус сосудов, может появляться на задней стенке глотки такая характерная небольшая синюшность, что характерно для именно омикрона. Его можно заподозрить, хотя поставить диагноз визуально, вот сказать, что вот-вот, это крайне тяжело. Обязательно надо взять мазки, чтобы подтвердить диагноз. Визуально можно предположить, но не поставить. Сильная боль в горле, да, она характерна. И что еще для этого характерно? Когда мы используем обычные противовоспалительные, сильнодействующие местные средства, они ухудшают состояние пациентов. Если он использует то, что он обычно использует... Спреи разоли имеются в виду. Да, да, они ему еще больше возжигают, потому что там идет сильное раздражение нервных рецепторов, и поэтому такие спреи, если человек, допустим, заболел, используют, ему стало хуже, сразу надо отказаться от приема данного препарата, обратиться к специалисту для подбора именно оптимальной терапии. А есть какие-то безопасные народные средства, чтобы в этот момент, ну, хотя бы как-то поддержать себя полосканием? Ну, народные средства коронавируса тогда не было, поэтому... Здесь могу сказать так. Слизистая оболочка, она называется слизистая, она покрыта слизью. Слизью, именно покрыта слизью, слизистой оболочкой. И когда качество, качество слизи на слизистой оболочке, оно нормальное, то есть такое, как оно должно быть, ни один коронавирус, ни один агент не попадет к клеткам. Он просто, а слизистая оболочка его не допустит. Она его не пустит, она его смоет, когда она качественная слизь. У нас в большинстве в своем эта слизь некачественная, поэтому есть очень большое количество дыр, куда внедряется вирусный агент, аллергические в эти вот моменты, и вызывается раздражение эпителия дыхательной системы, и, соответственно, ответная реакция организма. Поэтому, поэтому что надо делать? Ну, вот улучшать качество слизи. Поэтому говорят, при любой коронавирусной инфекции пейте больше жидкости. Жидкости, пейте жидкости. То есть просто промывать ее? Можно промывать, можно пить жидкости. Чем больше влага на слизистой оболочке, чем влажнее слизистая оболочка, тем меньше шансов, что будут развития осложнений. Ну, даже вот были такие исследования, что люди с аллергическим ринитом, ну, у которых постоянно износы выделения тягут, они коронавирусом страдают в несколько раз меньше. Человек подхватил коронавирус, он вышел за углом, у него аллергический ринит, он высморкался. Вот так вот подумали. Он уменьшил большое количество, то есть смыл большое количество вирусных частиц, и, соответственно, та часть, которая попала в организм человека, организм с этой частью справился. Ну, и еще, наверное, уже завершающий вопрос по коронавирусу. Что делать с осиплостью голоса, которая сохраняется длительное время? Причем я наблюдала у многих это не постоянно, а вот раз, и голос сел после коронавируса. Потом вроде бы нормально, потом снова. Надо смотреть обязательно гортань. Если полностью смыкаются голосовые складки, значит проблема, то, что я говорил, связана именно с качеством слизи. или это может быть с раздражением желудка, потому что коронавирус в том числе поражает слизистую желудку, может быть заброс кислоты из желудка и ожог голосовых складок именно кислотой из желудка. Вот. Если они не полностью смыкаются, то здесь уже лечить неврологическую симптоматику. У нас какая особенность? Ну, мы люди 21 века, у нас век такой бешеный, мы говорим абсолютно, большинство людей говорит абсолютно неправильно. Ну, взять любого человека, допустим, наш особенно-особенно работник в голосовых профессиях. Вы сейчас на нас намекаете. Когда они говорят, они вдыхают воздух ртом. Ртом. А природой обусловлено вдышать носом. Потому что когда человек вдыхает сухой, пересушенный воздух ртом, он раздражает дыхательную систему, вызывает сухость слизистой оболочки и, соответственно, инфекционный процесс, он просто-напросто усугубляется. Поэтому лечение хронического ларингита, особенно, или там последствий коронавируса, инфекции. Первое – это голосовой покой, иннервацию, чтобы они не иннервировались, были в покое голосовые складки, шепотом разговаривать категорически. Пища теплая, не горячая, не холодная. И достаточно неразражающая. И самое главное – дышать носом, вдыхать воздух носом. Нос согреет, увлажнит воздух, очистит его от большинства микробов. И, соответственно, нагрузка на дыхательную систему, на голосовые складки, на заднюю стенку глотки, она будет значительно меньше. А когда человек будет хватать воздух ртом, ну, мы можем долго его лечить. Если вы опоздали к началу программы, сообщаю, что сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Игорь Калашников, врач от ареноларинголог. Мы уже начали большой, серьезный разговор про наш нос. И сейчас хотела бы вас спросить вот о чем. Я тут прочитала страшную цифру. Оказывается, в России продажи сосудосуживающих препаратов составляют более 200 миллионов упаковок в год. То есть по сравнению со всем миром, это какая-то ужасающая цифра. И один из ведущих лор-врачей России сказал то, что происходит с использованием декангексантов. Это, чтобы было всем понятно, сосудосуживающие препараты, да, правильно? Мягко говоря, вызывает беспокойство. Так вот, что все-таки вызывает беспокойство, что он имел в виду? Декангексанты, они не безобидные препараты. Их можно принимать. Конечно, можно принимать, даже нужно, при острых воспалительных процессах, когда заложен нос, сильно болит голова, температура, но не более 5, максимум 7 дней. Потому что у этих препаратов масса побочных эффектов, они нарушают иннервацию сосудов, слизистой полости носа. Часть декангексантов всасывается в кровь. Соответственно, они могут что делать? Повышать артериальное давление. Спазмировать сосуды головного мозга, сосуды сердца. Нарушать сердечный ритм. Нарушать кровоснабжение почек. И сейчас достаточно, вот, есть даже случаи, и немало, случаев отравления сосудосуживающими препаратами. Но в основном эти отравления идут у детей. Когда мама капает, ребенку детские капли, они не помогают, капают взрослые. А здесь получается так, что это примерно, ну, за счет площади соприкосновения со слизистой оболочкой у детей до 6 лет, там получается, что он получает примерно 30-кратную дозу препарата. 30-кратную. От его возраста. И у них вызывает и там, и сильную тахикардию, бледность, ребенок задыхаться начинает, там очень много симптомов. И отравление этим препаратом есть. И достаточно это нередкое состояние. У детей я имею. У взрослых это в меньшей степени выражается. Но у взрослых это больше проблема сердечно-сосудистой системы. При длительном применении это гипертоническая болезнь, может быть ишемическая болезнь сердца. А местные средства, что делают они, эти препараты? Они в первый момент высушивают слизистую оболочку, нарушают эпителиальный слой и способствуют разрастанию соединительной ткани. То есть заменяются цилиндрические эпители, которые находятся на слизистой оболочке, на плоские эпители. Идут уже при длительном применении необратимые состояния на слизистой оболочке, которые восстанавливаются потом достаточно тяжело. Но это обязательно надо делать, потому что если человек хочет более-менее полноценно жить без всяких таких проблем, носовое дыхание надо восстанавливать без приема декангистанта. Ну вот у меня есть масса друзей, которые вообще не живут и не ходят без флакончика где-то в кармане с собой. И начинают брызгать, закапывать нос буквально через несколько часов постоянно. Как садятся на эту иглу? Нарушается обратный захват медиаторов иннервации сосудов, но это сложный механизм, который с иннервацией сосудов. Ведь в полости носа сосуды, там кавернозное сплетение, там очень мощные сосуды, и они иннервируются импульсами, ведущими из нервной системы. Когда мы принимаем декангистанты, они как бы конкурентно реагируют с нормальными импульсами и замещают их. И уже сосудам требуется только вот этот вот неестественный раздражитель, коим является сосудосуживающий препарат. Поэтому что надо делать? Ну, обратиться, конечно, лучше к специалисту, ну а так самому постараться хотя бы увеличивать время, когда не капает сосудосуживающий препарат. Перед тем, как закапать, лучше промыть нос водой, посмотреть, если после воды будет полегче, там, любым сливым раствором, конечно, изотоническим, легче, постараться еще больше оттянуть время. То есть как бы выходить из этого состояния, постараться. Но это все требует, конечно, времени, и, конечно, немножко потерпеть. Потому что без желания пациента слезть с сосудосуживающих препаратов, нам трудно с ним работать. Ну, а если совсем уже запущено, здесь оперативное лечение. А есть версия, что это вызывает еще и психологическую зависимость? И что самостоятельно слезть с этого нельзя? То есть как наркотик? Это все равно как самостоятельно бросить курить. Ну, кому-то удается. Кому-то удается, и здесь то же самое. Кому-то удается. Это также тяжело, да, это зависимость. У человека чисто психологический эффект, что если он не закапает, он задохнется. Хотя он никак не может задохнуться. Задохнуться, он откроет рот, и, пожалуйста, он может дышать ртом. А действительно есть ситуации, когда это приводит к тому, что справиться с проблемой уже можно бывает только хирургическим путем? Конечно, да, именно так. А что там нужно? Я говорю, замена уже эпителия, когда клетки уже там, они теряют свою эластичность. Сосуды уже вообще не реагируют как на импульс, ведущие из нервной системы. И здесь только хирургическим путем удаляем эти сосуды. На их место приходят нормальные здоровые сосуды, которые нормально нервируются, и восстанавливается носовое дыхание. Но, опять-таки, некоторый момент, несколько дней приходится потерпеть. Потому что послеоперационный период там тоже закладывает нос. Надо все-таки немножко потерпеть, и тогда все восстановится. А давайте еще раз подведем итог под всем, о чем мы сейчас сказали. Все-таки вот начинается насморк. Понятно, что первый наш порыв любого человека закапать сосудосуживающий. Вот чтобы не привести к этому все-таки, как? Начинается насморк. Если у человека идет выделение из носа, сосудосуживающие капли выделения не останавливают. Поэтому лучше промыть нос целевым раствором. Если заложенность, да, пожалуйста, можно использовать сосудосуживающие капли. Три, пять, максимум семь дней. Используйте капли. Если после этого момента у человека, у него опять начинается зависимость, то есть он не может без них, лучше обратиться к специалисту, чтобы на раннем этапе как-то восстановить иннервацию сосудов, улучшить носовое дыхание. И на первом этапе это консервативное лечение без всяких таких мероприятий. Сколько дней самостоятельно лечить насморк? В семь дней, как обычно. После этого все-таки к врачу, если не прошел. Ну, вот это мы говорим о людях, которые отчасти сами себе такую проблему создали. Но есть и другие. Вот сейчас весна, мы все радуемся, все цветет. А для некоторых это ведь время просто адского ада. Я говорю о людях, которые имеют аллергию на пыльцу цветущих растений. И это тоже нос выражается вот именно посредством? Если это выражается нос, ну, в принципе, как, это беда, но не такая страшная. Не беда, беда? Нет, нет, потому что, я еще раз повторяю, дыхательная система – это единый комплекс. Если начинает человек уже задыхаться, вот это тут уже серьезно, если присоединять еще и бронхолегочную систему. А нос, да, это, конечно, очень плохо, потому что нарушается носовое дыхание, человек нарушается качество жизни, у него выделение, головные боли и так далее, и тому подобное. Ну, для лечения аллергических рейнеров сейчас, слава богу, большое количество местных стероидов, которые мы используем, они достаточно хорошо работают, эти препараты, и заблокировать эту реакцию вполне это можно. Аллергия ведь это очень, это защитная реакция организма, и вылечить полностью мы ее не можем. Мы можем заблокировать реакцию, мы можем уменьшить реактивность. Вот что мы можем. А вылечить, если она практически не вылечивается. А аллергический рейнит, он возникает именно только весной и на пыльцу, или там может что-то еще вызывать его? На все, что угодно, может, на биологические вещества, на все, что угодно, может быть аллергический рейнит. Это та же самая, домашняя пыль, пылевой клещ, шерсть кошек, собак, цветение растения, ну, то есть как бытовая, так и таки. Может быть, аллергия и нафту, триггером может спровоцировать. Прием, не прием, а весной, когда сошел снег, вот эти реагенты, которыми посыпают, посыпали улицы, они высыхают, начинают лететь, они раздражают нашу слизистую оболочку, дыхательную систему, и то же самое могут способствовать развитию таких процессов. А вот аллергический рейнит, он появляется с детства, или его можно приобрести в процессе жизни? С детства, ну, есть наследственная предрасположенность, конечно, но опять-таки предрасположенность, не факт, что он проявится. Если нет никаких сильных раздражающих факторов, он у человека не проявится. А так обычно он развивается, когда идет формирование иммунитета, верхних дыхательных пустей, это примерно с 2,5-3 лет. Может, конечно, и раньше, если там нарушение системы иммунитета ребенка, но обычно 2,5-3 года. А как отличить его от обычного насморка все-таки? Симптомы-то же, получается, одинаковые? Симптомы одинаковые, но иногда это можно посмотреть визуально, по цвету слизистой оболочки, она отличается от обычного насморка, аллергической слизистой оболочки. Это вы можете посмотреть, а человек-то вряд ли это отлично. Поэтому лучше обратиться к специалисту, а так сдать кровь на аллергены, и тогда уже можно определить точно, она покажет точно, есть аллергическая реакция или нет аллергической реакции. Если все-таки неприятность уже случилась, вы сказали, что вылечить его нельзя, но можно как-то минимизировать последствия. То есть этот человек получается как хронический больной? Но он не хронический. Если аллергия, допустим, на березовую пыльцу, вот он принимает в период цветения, там, месяц-полтора местные препараты, он просто промывает нос, уменьшает количество пыльцы, которые получает. То есть приходит он, допустим, домой, приходит он на работу, спреи, есть их много этих спреев изотонических, брызгает в нос, смывает часть агентов, которые попали, уменьшает количество агентов, соответственно, уменьшается реактивность слизистой оболочки. И принимает уже лечебные средства, это местные стероиды, которые блокируют вот эти вот аллергические реакции. И у него нормально себя полноценно чувствует, у него никаких последствий от этого не будет. Вот у вас вызвало улыбку, когда я спросила про народные средства и коронавирус. Но что вы думаете о том, что сегодня всем мы грешим тем, что можно, в общем-то, у Гугла спросить, чем полечиться от того или иного заболевания? Можно у Гугла спросить, чем полечиться. Народные средства, они предназначены в основном, в основном для лечения инфекционных процессов, неосложненных инфекционных процессов. Все вот это народная медицина. Даже если взять сто лет назад, когда был описан там сенная лихорадка, это был один человек на губернию, у кого там была реакция на сено, там аллергический ренитик, это я имею в виду, тогда не было аллергии. Сейчас аллергической реакции дыхательных систем очень много. И поэтому, и поэтому, вот противовоспалительные препараты, они не всегда дают эффект, они могут даже усугубить состояние человека. Поэтому лучше обратиться к специалисту. Ну, если это УРЗ, пожалуйста, к терапевту, если человек думает, что если у него в наличии аллергических реакций, можете обратиться к лор-врачу, посмотрят, порекомендуют, что добавить к лечебным средствам, тем же самым, которые есть. Потому что каждый человек индивидуально, есть у каждого сопутствующие заболевания, у каждого человека свои анатомические особенности. У кого-то есть клина-перегородка, у кого-то есть полипа, у кого-то киста, у кого-то хронические какие-то воспалительные процессы. А Гугл, он говорит общие вот эти вот вещи применительно к какому-то конкретному человеку. Они могут быть неприемлемы к другому человеку, могут ему навредить. И человек может просто-напросто сделать так себе, сделать хуже. Если, пожалуйста, нет никаких осложнений, ну, лечитесь Гуглом, пожалуйста. Но если что-то более серьезное, рекомендую обратиться к специалисту. Потому что последствия могут быть самые непредсказуемые. И последний вопрос, Игорь Александрович. Знаю, что у вас, в вашей личной копилке есть множество всяких очень эффективных и простых рецептов. Вот, может быть, что-нибудь нам сегодня подскажете, как сохранить нос, горло здоровыми? Что для этого нужно делать? Может быть, ежедневно, но простое, чтобы не очень заморачивать. Простой, я уже говорил, промывает нос солевыми растворами. Изотонические растворы, они продаются, можно сделать самостоятельно. Чайную ложку соли без верха на стакан воды, пожалуйста, промывайте нос. Когда это стоит делать? Каждый раз, когда человек посещает общественные места. Особенно сейчас. Пришел домой или там вышел, брызнул спреи в нос, удалил, проглотил, неважно. Часть как химических агентов, так и биологических, те же самые вирусов, он смывает, просто элементарно смывает. С оставшейся частью организм справляется уже значительно легче. Поддержание влажности воздуха в помещении. Чем суше воздух в помещениях, тем больше нагрузка идет на дыхательную систему. Высушивается слизистая оболочка, и вся высушенная слизистая оболочка, она как бы становится лучшей средой для проникновения вируса. Если слизистая оболочка влажная, вирусу очень трудно в нее проникнуть. Температура воздуха, чем выше температура, тем хуже. Оптимальная температура это 20-22 градуса для помещения. И тогда уже слизистая работает очень хорошо. Ведь когда воздух проходит, сухой воздух по дыхательной системе, он высушивает слизистую и нарушается очень много функций наших. То есть всего-то навсего вот эти вот нехитрые секреты. Всего-навсего, да. А людям с голосовыми профессиями, кто работает голосом, научиться, когда человек разговаривает, говорит вдыхать носом. Именно вдыхать носом, потом говорить. И тогда проблем с горлом, с голосовыми складками будет гораздо меньше. Это были советы врача от Арина Ларинголога. Большое спасибо, Игорь Александрович. Будьте здоровы. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!